Что будет в новом выпуске Стамбульская невеста? Прежде всего не забудьте поставить лайк нашему видео. Братья Фарук и Фекрет с женами и детьми принимают приглашение Гарипа на завтрак, хотя и не хотят. Госпожа Эсма идет вперед и начинает приготовление. Фарук находит оправдание и вырывается из напряженной обстановки, в которой ему скучно. Они берут Яза, звонят Акифу и встречаются. Фарук спрашивает Акифа, что произошло между ним и Фекретом. Он говорит ей, что не хочет, чтобы она ему рассказывала, потому что это создает проблемы на работе. Акиф начинает подозревать постоянные переписки своей жены. Санем переписывается с Гунеш, которому она не может сказать, он часто отсылает Акифа из дома, он также действует вне своей повседневной рутины. Акиф следует за своей женой через программу на ее телефоне. Он находит двоих с Гунешем. Когда Санем объясняет, что Гунеш — это Азима и Сидев, Акиф все понимает и рассказывает Фекрету. Когда Акиф встречает Фарука, он сбивает детей с толку, потому что его мысли сосредоточены на Санем. По пути Фарук даже не взглянул на ребенка. Когда он приходит в дом Гарипа, Сюрея замечает его и паникует. Другая семья, чей ребенок в замешательстве, часами ждет в магазине и плачет. Адвокат Дилары звонит и сообщает ей, что Адам подает апелляцию на развод. Таким образом, их развод был аннулирован. Тем временем, Адам купил в особняке детскую комнату, оно установлено. Когда Дилара идет в особняк, чтобы поспорить с Адемом, она видит, что он узнал о ребенке и приготовил там комнату. Когда Ульфет не пришел на работу, Гунеш сказал с любопытством и беспокойством, он приходит в дом женщины. Ульфет выходит из запертой комнаты, находится в плачевном состоянии. После 15 лет лечения она прервала ребенка, которым была беременна, с того дня он хранит вещи, купленные для дочери, запертыми в этой комнате. Солнце, когда он узнает, что сидев, в очередной раз шантажирует Ульфет, он встречается с ней. Он дает небольшую сумму денег и говорит, что они больше не будут подчиняться его шантажу. Адам узнает, что Дилара живет с Османом и идет к двери, но Осман дает ему хорошие ответы и увольняет человека. Сурея просит Фарука пригласить Гариббея на ужин с другими братьями в обмен на то, что он не скажет Язу, что потерял ее в будущем. Фарук беспомощно соглашается. Во время вечеринки по случаю 30-летия, Ляка Що Мульфет теряет сознание на лестнице квартиры. Сурея видит и помогает. Женщина приглашает их на торжество. Фекрет немедленно соглашается и внимательно следит за Гунеш. Конечно, больше всего мне согрело сердце семейный завтрак. Мне понравилась доброта Гарибба в дарении подарков. Мне это вовсе не показалось искусственным, как попытка завоевать расположение своих пасынков, напротив, это был ход, подобающий элегантности Гариббея. Более того, он представил вещи, сделанные своим трудом. Я люблю подарки, подаренные искренне, без привязки к особому дню, память становится более ценной. Подарок, который он преподнес Эсме, показал, как он хотел быть дружной и дружной семьей. Было очевидно, что он был рад, наконец, попасть на эту фотографию. Можно догадаться, что он прожил свою жизнь после Эсме в юности и занимался различными кокетливыми занятиями. В прошлом сезоне Бурку часто говорила, что пытается добиться внимания и внимания отца. Но он живет правдой с Эсмой. Он живет сейчас так же, как и 40 лет назад. Хотя было забавно видеть, как эти два идиота, джазовые музыканты Фарук и Фикрет, проявляют свою долю гибкости, наблюдать, как они каждый раз дуются и расстраиваются, большим парням стало скучно вести себя, как дети. Каждый раз, когда я это вижу, мне хочется сказать, будь хуже. Например, чего тут смотреть, как Эсма и Гариб с такой любовью ставят цветы в вазу. Осман продолжает удивлять меня своим молчаливым сопротивлением этому браку. Это не ты, Осман, дрожь и опомнись. Нет, я не понимаю, в чем заключается это возражение. Отношения их матери продолжаются уже почти год, и за это время они совсем немного приняли Гариб Бея. На самом деле, насколько они усвоили этого человека в начале сезона. Но поскольку разговоры о браке заговорили, как сказала Эсма, мы вернулись к исходной точке. Однако не должны ли их матери считать брак более подходящим, чем свидание? Кофейная беседа Фикрета с Гарибом была очень занимательной. Гариб, как и Суная Кын, даже объясняя простую кофейню, углубился в историю и географию и продолжал долго. Я надеюсь, что они как можно скорее включат Фарука и Османа в этот разговор. Фикрет, узнавший, что Адам и Ульфет действуют вместе, немедленно идет к Акифу и рассказывает ему, что произошло. Они решают действовать сообща. Они думают, что если сообщат Фаруку, то создадут ему проблемы. Тем временем Акиф расследует инцидент. Саним, с другой стороны, обращалась к Гунешу Азамет. Они берут свои телефоны и уходят, чтобы не разговаривать случайно. После этого Гунеш приходит к Саниму, и они рассказывают о былых временах. Во времена болот они жили в одном доме. Затем сидев, и Азимы исчезли. Госпожа Эсма и Гариб, он испытывает волнение и покой отношения к Кольца. Эсма говорит, что хочет поговорить со всеми и организует встречу. Осман тоже приходит, и госпожа Эсма говорит, Гариб сделал мне предложение. Их дети не могут этого принять. Пока Эпек смеется, с Эсмой находится только Сурея. Баранские мужчины идут в таверну выпить. Акиф идет к ним. Акифу удается их смягчить. Эсма идет перекинуться словами с девочками. Он сообщает Ульфет новость о свадьбе. Ульфет уничтожен. Вспоминает старые времена молодости. Он видел, как Делара сказала, я беременна, входя в торговый центр и не проходя через рентгеновский аппарат. Назиф радуется, когда видит, что она ищет что-то в детском магазине. Когда он идет домой, рассказывая Гулистану, Адам слышит это и очень радуется. Адам встречает Делару на рынке. Женщина снова убегает от него и не рассказывает Адаму о ребенке. У мужа Ульфет была любовница по имени Сидев. Его водитель отвозил его в его тайное место. Однажды позвонил Ульфет, они с мужем сильно поссорились и больше мужчину никто не видел. Ульфет подал заявление о пропаже и уволил водителя. Товар принадлежал мужчине. Сидев и Азиме были соседями по комнате. Все трое растворились в воздухе. Они думают, что ее убил муж Тети. Странная девушка приходит спросить. Атмосфера очень напряженная. Немного смеха благодаря Акифу и Саним. Гарип произносит красивую речь, из подачи Фарука надеваются кольца. На этом наше видео «Стамбульская невеста» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео. Пока.